Всем привет и снова с вами я, Эмиль Каримов. По поводу вчерашнего видео, прошу прощения, что забыл рассмотреть NES User Defaults, и вчерашнее видео я как-то затронуло, и я решил попробовать в прямом записи написать небольшую игру, похоже на то, что мы вчера сделали, только немного расширив ее функционал, мы затронем такие аспекты, как правлука, грубо говоря, по виртуальной карте, но мы не будем сильно заморачиваться по поводу всяких монстров, которые мы через массивы и классы будем описывать, ну и просто запишем обычные переменные, которые просто будут встречаться на пути, если мы будем как-то двигаться. Ну давайте начнем по ходу, попробую вам более подробно все рассказывать. Давайте обозреваем и... Сразу переходим в Main Storyboard, здесь нам понадобится... Во-первых, давайте вставим Navigation Controller, чтобы у нас была какая-то навигация по нашему приложению. Сразу добавим несколько View Controller, которые у нас должны присутствовать. А, и еще давайте... А, и еще давайте... Так... Музыка везде... Сделаем размер экрана... Да, чтобы... Не заморачивайтесь тоже сейчас... Именно размеры... Подгонять его сюда... Автолойоты... Вот так... Значит, делаем View Controller... Значит, на первом View Controller, который у нас появится, у нас здесь будет располагаться... Давайте сразу сделаем... Кнопочка... Google Web Map... Да, здесь мы будем ходить по карте... Здесь... Будут... Skills... Skills... Здесь мы будем делать... Когда у нас персонаж получит какой-то определенный уровень... То... Здесь мы будем раскидывать... Его... Способности, да... Какие... Пойнты... Будут получать... И... Из-за этого... Происходит... Улучшение... Характеристик персонажа... Так... Значит... Здесь будет у нас карта, да... Здесь... Скиллы наши... Ну и так давайте, чтобы... На карте, когда мы кого-нибудь встречали... То он не переходил снова на новый View Controller... На котором у нас будет... Такой небольшой режим боя... Который раз мы разбирали с вами... В предыдущем видео... Итак... Отсюда... Перейдем сюда... Сюда... Перейдем сюда... Перейдем сюда... И сбой у нас будет выходить... Непосредственно сразу... На... Main View Controller... Там где будет... Map и... Skills... Вот... Ну там вы уже можете... Сами... Если... Хотите доработать... Небольшую игру... Добавить все что угодно... Так... Что у нас будет происходить на карте... На карте у нас будет расположено... Четыре кнопочки... Вверх... Вниз... Влево... Вправо... Так... Из этого экрана... Мы... Программно будем выходить на этот экран... Который будет просто всплывать поверх этого... Не изменяя... Данные... Которые записаны здесь... В случае... Победы или поражения... Наш экран будет переходить на этот экран... Вечей... Ну вот здесь у нас будет... херов хп, количество и из скольки. Субтитры сделал DimaTorzok Давайте сразу скиллы на большие позначим, чтобы было проще ориентироваться в описании классов и в программном коде. Значит у нас будет кнопочка плюс. Давайте возьмем основные характеристики. Маджик, Маджик Пауэр, Слон Пауэр и Дефенс. Маджик, Маджик, Маджик. Маджик, Маджик. Маджик, Маджик. 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 Ладно, будем заморачиваться сразу вовремя, давайте еще погонщим. Продолжение следует... Ну все, давайте тогда сделаем, допустим, нам нужен новый класс для карты. File, Neo, File, Cocoa Class, Map, Neo, Cocoa Class. Баттл. Тролли. Тролли. Skills. Так, чтобы было удобнее. Так, нам еще потребуется сюда структура персонажа. Тролли. Обычный сфайл. И... Человек. Тролли. 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 Ну давайте перейдем к первому MapViewController. А, так давайте распределим сначала. Так, это значит Map. Лучше. Скилл. И... Баттл. Тролли. Тролли. Начнем с того, что мы напишем сейчас структуру персонажа. Структуру персонажа будет у нас выглядеть таким образом. Так, мэджик. Продолжение следует. 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 Продолжение следует.